Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 июля и вот как я обещала, я пришла собирать томаты для приготовления семян. И сейчас я вам очень-очень подробно расскажу, с каких же томатов можно брать семена, а какие лучше все-таки не использовать для этого. Потому что тут тоже есть свои нюансы. Из каждого томата, какой вы захотите, брать семена не стоит. Тут существуют некоторые правила. Сейчас я все расскажу по порядку. Видео будет немного длинноватым, но тема эта очень важная. Я думаю, нужно тут более подробно, потому что от семян, от качества семян, зависит наш дальнейший на будущий год урожай. И я уже говорила, 50% успеха получения богатого урожая это, конечно же, свои семена. Я вот этого подкидыша сейчас обрезала. И я подробно-подробно расскажу, как я отсортировываю томаты для того, чтобы сделать с них качественные, хорошие семена. Во-первых, для чего это делаем? Мы все знаем, что в последние годы семена, купленные в магазине, нас очень часто разочаровывают. Часто они вот такие, откроешь пачку, мелкие, чуть ли темные, чуть ли не с плесенью. Но самая главная беда, это пересортиться. И вот в этом году вот этого подкидыша я уже показывала. Я же купила черный принц, такие крупные должны быть черные томаты. И получилась вот эта красная дробь. Это наша беда. И поэтому мой совет всем-всем начинающим огородникам, учитесь собирать свои семена. В прошлом году я всем своим заказчикам, прям во время приема заказов говорила, заказали один раз, все, не заказывайте больше. Вы делайте свои семена, потому что у меня все томаты сортовые, со всех с них можно собрать свои семена. Ничего сложного в этом нет. Я понимаю, что некоторым работающим некогда, но если у вас есть свободное время, если вы пенсионер, если вы не работающая, например, мамочка с детьми, собирайте свои семена. Это, во-первых, и гарантия, что вы получите именно тот сорт, который вы хотите. Ну, а во-вторых, конечно, это экономия, но это я потом, к экономии вернемся потом дальше. Сейчас начнем. Собирать можно только с сортовых. Я вот уже сказала, что у меня вот эти все-все-все томаты, это только сорта. Сорта это линейные томаты, которые из года в год, из десятилетия в десятилетие, повторяют характеристики, материнские свойства. То есть, вот какая была мама, семена соберем, такие будут и дети. Томаты не переопыляются. Есть такой миф, ходят такие мифы, что нужно собирать только с первой кисти. Вторая или третья уже переопыляются с другими, и вы получите какие-то не те томаты. Но это все неправда. Вот бычье сердце, ну, не бычье сердце, пусть Настенька. Настеньку я купила один раз много-много лет назад, лет 6 или 8. Больше я ее не меняла, семена не подкупала. Всегда она у меня выращивается в теплице вместе с другими сортами. Никаких переопылений не получается. И до сих пор Настенька та же самая, которая была 6-8 лет назад. Все это неправда. Они не переопыляются. Вы понимаете, как переопылить томат? Люди переопыляют томаты для того, чтобы получить гибриды. Для этого специально берут вот эти кисточки, по одной пошарятся, потом на другую. Вы же не ходите с кисточками, не трогаете один цветок, потом другой. У него так расположен цветок, у томата, что он, пыльца падает вниз, и переопылиться очень-очень сложно. Но вот в моей практике не было ни разу переопыления какого-то сорта. То, что сорт перерождается, это другая причина. Я вам позже вот сейчас здесь же расскажу чуть подальше. Так что, с какой, вот многие спрашивают, с какой кисти нужно брать? С первой, второй или третьей? Ну, я уже пояснила, неважно, с какой кисти, с первой, со второй или с третьей, хоть с пятой, хоть с седьмой. Тут надо соблюдать другое. Вот два золотых правила получения качественных семян. Самое главное, плод должен иметь явные характеристики, признаки данного сорта. То есть, я вот подошла специально к этим вот, к русским колоколам. То есть, если он оранжевый, если у него вытянутая форма в описании сорта, то вы берете оранжевые вытянутые формы. Все. Вот что они на первой кисти, оранжевые вытянутые в форме, что на второй оранжевые... Ой, я к новой видеокамере не могу еще приспособиться, поймать не могу их. Вот. Что на второй, они оранжевые вытянутые в форме. Что на третьей кисти, вот они рождаются... Ой, опять потеряла. Точно такие же оранжевые вытянутые в форме. Что на четвертой, они точно такие оранжевые вытянутые в форме. Вы можете взять с любой, с любой кисточки, от самого низа до верха. Главное, чтобы они были именно такие, какие они должны быть. Никогда не берем мелкие самые, вот пуговки, гнилые, уродливые, больные. Это будет перерождение. Если... Вот я специально взяла, нашла в другой теплице один. Вот этот томат на самой первой кисти во время весенних заморозков цвел. И вот видите, как недоопыленный томат, он вот такой уродец. У него нет никакого заболевания, это просто недоопыленное. Вот как с махровых цветов бывают, вот эти такие, какие-то слепленные. Вот с махровых цветов не надо брать на семена, которые они уродливые. Они могут повторить вот эти качества. Не надо вот с таких вот уродок брать. Это тоже вырастет неизвестно что. Конечно, это не факт, что он повторит свое уродство. Но я еще раз повторяю, вам же нужны хорошие, отборные, на следующий год прекрасные томаты, чтобы выросли. Берите так же. Вы вот какие хотите на будущий год получить, такие берите. Берите красивые, отборные, которые именно повторяют вот это вот. И еще есть разница. Хочу еще один нюанс вам напомнить. Тут разный подход у крупноплодных и у мелкоплодных. Смотрите, если мелочь, вот я взяла этого подкидыша, они все одинаковые, все одинаково мелкие. У них нет более крупных или более мелких. И такая же ситуация, например, вот с пальчиковыми, с сосульками. Там вот дамский пальчик, огородный колдун у меня, вот это вот русские колокола, любые сливовидные, там челнок, гном. Их можно брать с любых, с любых кистей. Но, если речь идет вот о таких, вон, видите, там вот Вова Путин висит, огромные. То для получения хороших, крупных, отборных томатов с крупноплодных сортов мы берем именно такие. Неважно, первая она кисть, вторая или третья. Вот видите, там есть же поменьше которые, а есть огромные. Берем отборную, красивую, здоровую помидорку, именно крупную. На крупноплодных мелкие лучше не выбирать, потому что это идет перерождение сорта. И если вы в этом году взяли мелкую, она на будущий год даст мелкое потомство, потом еще возьмете мелкую. И в результате с крупного, прекрасного сорта Вова Путин, вы получите потом мелкоплодный сорт. Ну это так, говорят же, какое семя, такое племя, лучше на семена крупноплодные выбирать такие отборные, красивые томаты. Все, про отбор томатов это ясно. Ну и еще, вот я говорила, что два золотых правила. Первое, это чтобы они были обязательно характерные сортовые признаки. И второе, даже если томаты у вас имеют сортовые признаки, все точно, вот они, если вот любимый праздник, если он как сердцевидный, он все сердцевидный, розового цвета. Но если растение у вас подвержено какому-то заболеванию, то брать его уже не нужно. То есть второе правило, никогда не берем семена с больных растений. Ну это ясно почему, потому что все эти больные, если у вас листья уже больны, если у вас стебли больны, и если плод уже, даже плод если не начал, нет у него явных признаков, то все эти болезни в плоду уже есть, и они передадутся с семенами. На будущий год вы получите эту болезнь сразу, уже в рассаде, и все, ясно. Соблюдаем два правила. Выбираем томат, чтобы соответствовал всем признакам, и чтобы растение, вот с которого мы собираем, не было больно, по крайней мере, чтобы не было хотя бы явных признаков, вот нет, чтобы на листьях не было никаких пятен, чтобы стволы, ну сейчас опущусь, подождите, так-так-так-так, чтобы стволы были чистенькие, зелененькие, без всего там, ну, как болеет растение, мы знаем, это сразу видно. Все, вот эти самые главные два правила будете соблюдать, и у вас будет прекрасный семенной материал. Повторим, как должно выглядеть идеально, должен выглядеть томат, с которого вы хотите собрать. Подходим, подошли, делаем осмотр растения. Нет признаков заболевания, плод соответствует всем сортовым характеристикам. Находится в фазе зрелости, вот в такой, уже поспел, берем. И вот вчера был вопрос, можно ли в фазе молочной зрелости на семена, то есть когда томат, сейчас покажу вам какой, но это зрители интересуются, я должна ответить, потому что не все могут до зрелости, вот у некоторых, как, ну, не знаю, молочная зрелость, это когда он просто светлеет, ну пусть даже вот так, ой, где ты, подождите, ага, вот он, в фазе молочной зрелости, вот он. Я честно скажу, я не знаю, я никогда зеленые вот такие томаты не рву на семена, потому что у меня есть возможность подождать, когда они поспеют, но я знаю, что в фазе меланжевой зрелости, бурые томаты, люди с успехом укладывают на дозаривание, они дозревают, и потом у них получаются нормальные вызревшие семена. Если вот такое вот зеленое сорвать, ну, я честно скажу, я не могу вам ничего посоветовать, потому что у меня такого опыта не было. Единственный мой совет, вы пробуйте, попробуйте нынче, сорвите, пусть она доспеет на подоконнике, вы потрошите семена, на будущий год посеете, и нам еще расскажете, и мы уже на будущий год будем знать, будет все наше сообщество знать, что если нет возможности доспела, чтобы у вас томат, например, ось, ну, не у всех вызревают, нет теплицы, на улице не вызревает, можно ли с такого томата брать, мы уже все будем знать, что, например, можно или нельзя, все. И вот про обработку сейчас. Даже если я сказала, что собираем только со здоровых растений, без явных признаков болезни, свои семена на будущую весну вам обязательно нужно обрабатывать. Почему? Казалось бы, здоровые растения, зачем еще нужна обработка? Вот никаких явных признаков. Ясно, что эти томаты здоровые. У них даже вот эти зеленые плодоножки говорят о том, что они с куста сняты, и все у них хорошо, ничего, не засохшие, нигде-то они там. Почему? Я сейчас вам объясню. Вы понимаете, что заболевания есть явные признаки, когда они на листьях, когда они уже на стволах, на стеблях, на плодах. А есть у заболевания вот такой период, ну, как его назвать, инкубационный период, что ли, когда в растении уже есть вот эти споры грибковых, например, заболеваний, но они еще не до того проявились, вот не выросли эти, не появились пятна, не потемнели плоды. Ну, вы понимаете, когда-то же есть начало заболевания, просто мы его не видим. И вдруг у вас такая ситуация, например, что вы осенью сняли, и уже были там какие-то, ну, микроорганизмы патогенные, а вы понадеялись, что растение было здоровое, что семена свои, вы не стали обрабатывать. Так делать не нужно. Это риск. Ну, я иногда, если честно, я вот про себя скажу, я иногда не обрабатываю, потому что, ну, я вот такая же тоже самодадеянная, вижу, что здоровые растения, все, но я никому это не посоветую, потому что я не могу, вот у меня нет фитофторы несколько лет подряд, уже много лет, а у кого-то фитофторы, возможно, есть, но человек просто ее не видит. Поэтому обработка своих семен все-таки нужна. Я советую обрабатывать. Я вот, вы видели, весной показывала, я не обрабатываю отдельно ни грунт, не обрабатываю семена, просто сею, потом поливаю привикуром, но это тоже какая-то своеобразная обработка, сразу же они и семена обрабатывают, и грунт. Поэтому я предварительно ничего не делаю. Но если вы вот таким средством, как привикур, например, не пользуетесь, то отдельно обрабатывать грунт и отдельно обрабатывать семена я все-таки посоветовала бы. Это все-таки какая-то гарантия. Так, ну теперь сейчас сделаю заключение Всю теорию я уже рассказала Зачем нам вообще готовить свои семена? Казалось бы, пошел в магазин и купил Но про пересортицу мы уже сказали Это проблема пересортицы Но свои семена, это ведь не только здоровая, крепкая рассада Которая на порядок, конечно, она и выглядит лучше У нее иммунитет выше Все это вы уже видели, наверное Я показывала вам весной рассаду со своих семян Она, можно сказать, как прет Но это же еще и огромная экономия Вот бюджетом семейного Что немаловажно в наше время Вспомните, сколько денег мы отдаем За эти яркие, красочные пакетики В которых лежат порой всего 10 А иногда и 7 вот таких вот, знаете Еле живых семян дохликов Я сейчас вот буду делать семена Вот с этих прям Я вам все покажу, я вас научу И вы увидите, что это очень-очень просто И все плюсы Я вот в приготовлении своих семян вижу только плюсы Во-первых, берем то, что нравится Видим, как это не кот в мешке Мы видим, вот яркие, красивые, спелые, прекрасные Ясно, что у них будут отборные, толстенные такие семена Лохматые Мне вот так нравятся свои семена Посмотришь на магазинные И на собственноручно сделанные Ну конечно, это земля и небо Я просто желаю всем вот Ну как, чего-то лучше Вот мне вчера уже опять пишут Почему мы высаживали вместе У вас вот так вот уже все спеет А у нас ничего нет И вроде как бы Ну люди пишут, что Вот у всех блогеров все получается Но я говорю, ну я не знаю Я работаю здесь с утра до вечера Я ухаживаю Ну женщина написала Ну мы тоже не лентяи Почему-то только у вас все получается И я как бы даже чувствую себя виноватой Что у меня лучше, чем у других Вот выросло, все поспело Но это же все не так просто Это вот, во-первых, и многолетний опыт И весь этот труд самоотверженный Как я считаю Когда я стою на втором месте А они у меня на первом Себя отвергаю Их на первое место ставлю Все, я их люблю Я с ними разговариваю Я за ними ухаживаю Но они не имеют права Отказать мне вот в богатом урожае Вот в таком успехе Как они потом Им будет стыдно Они будут покраснеют от стыда Я не знаю Ничего сложного в этом нет Сейчас заготовите свои семена На будущий год начнем все сначала Все вместе посадим Все вместе вырастим И, кстати, я очень рада Что у многих в этом году пишут Что вот мы уже тоже едим У кого-то уже поспели вместе со мной У кого-то раньше меня поспели Я вообще рада Когда многие пишут Что вас и ученики даже переплюнули Да я вот знаете Я так за всех рада Я очень рада Что сейчас у нас в Сибирском регионе Вот многие пишут Мои земляки Высаживали вместе с вами Уже давно едим Мы салаты делаем Сейчас нам осталось заготовить Только свои семена На будущий год Все люди едят уже с июня Но у меня тоже было Но у меня веселье Я же не срываю рано Видите, у меня-то в чем проблема Я жду, чтобы семена вызрели Я бы тоже уже давно ела Мне один комментарий написали Ну вас-то уже должны были давно кормить Те вот ранние самые первые постевы Но они мне ничего не должны Никто не должен меня кормить Я-то жду, когда у них вызреют семена Я могла бы давно все это, конечно, сожрать Как плодожорка Все они вкусные, спелые Но я их берегу Для других целей А у них, как это Наивысшее предназначение Распространиться по всей стране И дать всем богатый урожай Все, до свидания Сейчас пойдем делать семена Это очень интересно Мне так нравится Выпотрашивать эти помидорки И смотреть Какие там толстые семена Которые дадут на будущий год Нам вот такой вот урожай Все Извините за многословность Когда я сижу в теплице И рассказываю про томаты Меня надо останавливать Принудительно Чтобы на голову что-то упало И я остановилась До свидания еще раз Спасибо за субтитры DimaTorzok